Приветствую вас, Татьяна. Отвечал я вам на вопросы же, вот, ну, не в таком формате, конечно. Отвечался немножко в другом формате, по-другому, но отвечал. Вот, и жалко, что вы мне ничего не ответили. Там мог бы получиться неплохой, мне кажется, диалог. Вот, и неплохой такой мог бы выйти в путь к тому, чтобы понять, что вас беспокоит. Здесь ситуация следующая. Значит, вы пишете, что встретились, значит, со вторым другом. Получилось так, что переспали. Переспали, потому что очень этого хотелось. Оказалось, что у него есть девочка, и он, значит, вам об этом не сказал. Но у вас, конечно же, появились вопросы, и вам стало непонятно и неприятно. Вот, точнее, он сказал, что он свободен. А, да. С одной стороны, он обманул. И... С одной стороны, он вами воспользовался. Получается. Это, конечно, неприятно. Согласен. С другой стороны, когда вы игнорируете этот факт, что вы переспали с ним, потому что этого хотели. Не насильно. С другой стороны, вы игнорируете этот факт, что этот старый друг, который жил до вас, если вы встретились после продолжительной разлуки и сразу же переспали, но не очень понятно, даже если он свободен, на что вы рассчитывали. И чего хотели. Дальше. Какая мотивация у претензий ваших? То есть вы ему говорите, что вот, почему ты мне не сказал, все такое. Ну вот. То есть, опять же, такое ощущение, что вы чего-то хотели. И... И... Вы фрустрируете, но чего вы хотели. То есть, складывается такое впечатление, что вот то, что вы с ним переспали, за вас означает, ну, начало чего-то, хотя никто никому ничего не обещал. И... И... Надо сказать, что... Эм... Как бы... Ну, понятно, что у вашего... Друга своя позиция, хотя с друзьями не спят. Да? То есть, тоже странно, старый друг, вы переспали. А вот... А... У вашего друга своя позиция, у вас своя позиция, это безусловно понятно. Но... Тут вот такое ощущение, что вы претендуете на его позиция, потому что если его как-то понять, да? И так далее. Вот. Далее вы пишете, что стал его забывать и перестал на что-либо надеяться. А на что вы надеялись? Надеялись, Татьяна, на что? То есть, опять же, непонятно. Вы встретились со странным другом, переспали, и у вас была надея. Надея на что? После, после, так сказать, одной ночи, ну, условно говоря... На что надеялись? Чего вы здесь хотите? Друзья... Непонятно, где здесь, да? Вот. То есть, посмотрите сами, как эта ситуация выглядит. Некоторое время назад вы встретились со старым другом. Вот. Переспали. Оба этого хотели. Прекрасно. Вы это восприняли как нечто большее. Потому что с вас оделось, что он сказал, что свободен. Но это уже не вдруг тогда, получается. Значит, двадцать минут чувства не только дружеские. Но какие? Как эти чувства связаны с надеждой? Надеждой на что? Чего вы хотите здесь? Понимаете? То есть... Вот тот факт, тот факт, что вы переспали, да, никак не приближает вас к реализации ваших желаний, к сожалению. Ну, кроме, собственно, желания перед спаркой, это понятно. Мне кажется, что ваши желания расходятся с тем, что вы реально делаете. Далее вы пишете, что больше ни на что не надеялись, как бы, конечно, стало про него забывать. Но, опять же, здесь вопрос, да, что именно вы стали забывать? Ну, вот просто, что именно вы стали забывать? То есть, как бы, тут тоже не достаточно понятно. Далее вы пишете, что он написал, попросил о встрече, я думал, она будет просвещать, мне надо ничего не говорить. Он приехал, подарил цветы. Когда я у нее ехал, взял и сказал, что еще увидимся. И потом, как все мило, поехал к своей девочке, подарил ей такой же букет. Но, мужчина такой. Такое у него отношение к девушкам. Я не знаю, как поступить, чтобы что. Понимаете, Татьяна, вот то, что вы не знаете, как поступить, к сожалению, говорит об этом, что вы не доверяете себе. Вот. И вот это вот недоверие себе пытается компенсировать тем, чтобы понять другого человека. Зачем ему мне... Для чего он это делает? А, какая разница? Зачем ему мне писать, дарить цветы, если у него есть девочка, он не собирается мне расставаться? Может быть, потому что вы друг? Может быть, потому что вы друг? Зачем расставаться, если вы друзья? Хочешь, чтобы сначала я привела его запасным аэродромом? Так сказать. А вы будете? В случае, если он снова поругается своей красавице, спокойно пойдет ко мне. Ну, если вы позволите. Или это цветы просто благодарны за совместную ночь. Это может знать только молодой человек. Для чего он это делает? Как... Почему вас это волнует? Чем вас это волнует? Что мне делать? Чтоб что? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я рекомендовал бы вам индивидуальную беседу для того, чтобы разобраться в себе. Вам это нужно. Удачи!